Здравствуйте, уважаемые друзья! Неоднократно я вам показывал вот такие симпатичные нимфочки, которые имитируют нашего опарыша. Довольно-таки уловистая приманка, которую тоже можно использовать круглый год. По вашей просьбе, как вы просили, я сейчас изготовлю такую приманку. Давайте приступим. Я взял крючок «Граб Шримп», крючок фирмы «Страйк» и огрузил его немножко свинцом. Что касается огрузки, будьте добры, очень внимательны, для того, чтобы у нас сохранить нашу форму тела. Нить я буду использовать белую, так как мне необходимо, чтобы свинец мой не проявлялся. Прихватываем нашу нить, доходим примерно до середины, и начинаем крепить наш материал. Тело я буду изготавливать, как обычно, как всегда я вам уже показывал. Это вот я взял две пряди, которые вытащены из обыкновенной тесьмы, которая флюоресентная. Чем-то напоминает это юнифлос. Но, в отличие от юнифлос, эта лента не боится, как говорится, лака, и очень хорошо себя ведет в воде. И нам понадобится или белый, выберите для себя сами, или черный, или красный. Какой вы захотите для себя изготовить контраст, такой он у вас и получится. Крепим его также вместе с нашей прядью, и аккуратно заводим за свинец. Здесь все пока оставляем. Теперь установим крючок в удобное для себя положение, и не жалея нити, придадим форму предварительную нашей нимфе. Аккуратно, никуда не торопясь, стараемся убрать все неровности, которые у нас имеются. Как я говорил уже неоднократно, что касается вот такого класса нимф, они или работают сразу, или рыба обходит их стороной. Но замечено и уже подтверждено в этом году, в этом рыболовном сезоне, который у нас ребята начали, что эта нимфа работает очень хорошо в пасмурное время. То есть практически тогда, когда рыбе некогда рассматривать недостаточное освещение, и за счет этого, может как-то это провоцирует ее на поклевки. Оставляем здесь, сделаем завершающий узел, и изготовим из нашей пряди тело. Мы с вами изготовили вот такое приятное тело. И теперь нам необходимо совсем немножко, потом мы будем пропитывать несколько больше, нанести лак на нашу нимфочку, чтобы было удобно нам с вами промотать люрексом, чтобы он меньше скользил. И теперь давайте выберем, поставим тиски в удобное для нас положение, или переставим крючок, как вам будет удобно. И как всегда я у загиба делаю один полный оборот, и аккуратным теперь шагом, доходим с вами до места формирования нашей головки, с вами завершающего узла. Закрепим другую нить, так как головка у нашей личиночки должна быть черная, я поставил темную нитку. Отрежем остатки и сформируем с вами головку. Как вы видите, друзья, вот такая незатейливая нимфочка, как я ее обзываю, цветной опарыш, готова у нас к рыбалке. Цвета и саму расцветку пробуйте уже сами, в зависимости от условия рыбалки. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!